Для удельников урочистого сходу, присвященных святу працы, это уже становится традицией – напереды дни посаджения подойти до обновленной областной дошки гонору. За несколько дней до официального обвешения выника социально-экономичного споборненства тут устанавливаются шильды с назвами «Пераможцев». 49-й наимене – Туровский малышный комбинат, побудованный литерально на пустом месте. Сюньон стал одним из ведущих предприемств региона. У свой час у этого проекта было шмат скептиков, у которых не верили о запотребованность вырабляемой тут продукции. Зараз Туровский малышный, опроша Беларуси, поставляя сыры у 8 краин свету. И одночасово протягиваем модернизацию, выникам якой станет повелешение объема продукции и выход на новые рынки. Перспективы очень хорошие. Перспективы развития и расширения мощностей. Мы сегодня принимаем 300 тонн молока в сутки. И планируем расширить мощность до 760 до 2020 года. Естественно, это будет происходить поэтапно. На данном этапе мы занимаемся расширением, строительством, модернизацией производства. У нас уже готов строительный проект. Проплачено оборудование. И сумма инвестиций во вторую производственную очередь оценивается 25 миллионов евро. В принципе, уже первую часть, вторую производственную очередь, мы планируем запустить в ноябре текущего года. Сярод Пераможцу по выниках работы за 2016 год город Гомель, а так само у своих номинациях Светлогорске, Житковицке, Брахинске и Рэчевске районы. А праша таго у лику лепших акционерное товарыство «Гомсельмаш» и «Саугазкомбинат Зара», Калинковицкий молочный комбинат и Гомельский химичный завод. Продприемства «Мазырсоль» и «Институт механики металлополимерных систем». Первый май у Беларуси – это перш за все – ушанование людей працы. Нават не глядяши на проблему у экономицы, в минулом годе по узровне зарплаты Гомельская область заняла другое место в Украине, что не выключая необходности протягу работы, поскорошение беспрацовья, дальнейшему росту зарплат и стабильности цен. Оборона человека на рынку працы – сярод приоритета у профсоюзных организаций. Помимо того, что 1 мая – это любимый праздник у наших людей, я считаю, что на сегодняшний день этот праздник очень актуален. Существует такая проблема во всем мире, и наша страна тоже не исключение. Это частичные занятысти или безработицы, как его можно назвать. И право на труд, оно гарантировано Конституцией нашей Республики, каждому гражданину, и является одной из главенствующих прав, наверное, в Конституции. И это отмечал в своем послании и президент, когда говорил о занятости населения и необходимости работы всех структур и власти и общественных организаций в этом процессе.